Брэм Стокер. Дракула. Глава 10. Письмо доктора Сюарда к Артуру Холмвуду. 6 сентября. Дорогой мой Арчи, мои сегодняшние новости не особенно хороши. Люси сегодня утром заметно осунулась. С одной стороны, это оказалось неплохо, а именно, испуганная видом Люси, миссис Вистанера обратилась ко мне за советом. Я воспользовалась этим и сказала, что Ван Хелсон, мой старый учитель, знаменитый диагноз, как раз приезжает ко мне в гости, и что я в таком случае совместно с ним займусь здоровьем ее дочери. Так что теперь мы можем действовать свободно, не возбуждая подозрения, что при ее опасном положении могло бы закончиться катастрофой, а для больной Люси это было бы гибельным. Если случится что-нибудь непредвиденное, я сейчас же напишу тебе, так что мое молчание прими как знак того, что все в порядке. Вечно твой, Джон Сьюард. Дневник доктора Сьюарда. 7 сентября. Ван Хелсон приехал опять. Прежде всего он спросил меня, сообщил ли я Артуру все симптомы болезни Люси. Я ответил отрицательно. Он одобрил мой поступок, затем предложил мне записывать весь дальнейший ход болезни самым тщательным образом, утверждая, что случай с Люсей явится может быть одним из интереснейших в медицине всего мира. Но сообщить подробности он отказался, говоря, что ему самому не все ясно, и что он до сих пор не совсем уверен в диагнозе. Когда мы пришли, миссис Вестлайна тотчас же вышла на мою встречу. Она была встревожена, но не до такой степени, как я этого ожидал. Нас с Ван Хелсингом провели в комнату Люси. Если вчерашний вид ее меня потряс, то сегодняшний привел в ужас. Она была бледна, как призрак. Краска сошла даже с губ и десен. Щеки ввалились, а сколы сильно выдавались. Мучительно было смотреть и слушать, с каким трудом она дышит. Люси лежала без движения и, по-видимому, была не в силах говорить, так что некоторое время мы все молчали. Затем мы осторожно вышли из комнаты. Как только за нами закрылась дверь, Ван Хелсинг быстро пришел по коридору до следующей двери, которая оказалась открытой. Мы вышли туда. Он лихорадочно закрыл дверь и воскликнул. Боже мой, это ужасно. Нельзя терять ни минуты, она умрет. У нее так мало крови, что нужно немедленно сделать переливание. Кто из нас, ты или я, пожертвуем собой? Я моложе и здоровее, профессор. В таком случае приготовься сейчас же. Я принесу свою сумку. Я готов. Спускаясь вниз по лестнице, мы услышали стогу дверь. Когда мы дошли до передней, то увидели, что служанка только что открыла дверь и впустила Артура. Он бросился ко мне и сказал нетерпеливым тоном. Джон, я очень беспокоился. Я читал между строк твоего письма и был как в агонии. А так как отцу лучше, то я примчался сюда, чтобы самому увидеть, в чем дело. Это джентльмен доктор Ван Хелсинг? Я так благодарен вам, сэр. Сначала профессор рассердился, что в такой момент ему помешали. Но затем, приглядевшись к Артуру и увидев, каким крепким сложением и великолепным здоровьем тот обладает, он переменил гнев на милость и, прижимая его руки, обратился к нему с чрезвычайно серьезным видом. Сэр, вы приехали как раз вовремя. Вы жених нашей дорогой мисс? Она плоха, очень плоха. Нет, дитя мое, так нельзя. Прервал сам себя профессор, увидев, что тот внезапно побледнел и почти в обмороке упал в кресло. Вы должны ей помочь. Вы можете сделать больше, чем кто-либо из нас. И ваше мужество, ваша лучшая помощь. Что же я могу сделать? Скажите, я исполню, хрипло произнес Артур. Моя жизнь принадлежит ей, и я готова дать ей свою кровь до последней капли. Мой юный сэр, я не требую от вас так много, возразил профессор, иронически улыбаясь. Что же мне делать? Ван Хелсинг ударил его по плечу. Идемте, сказал он. Вы молодой, слава богу, очень здоровый человек. Вы здоровее меня, здоровее моего друга Джона. Молодая мисс плоха, ей нужна кровь, иначе она умрет. Мы с Джоном только что решили произвести трансфузию крови. Джон собирался дать свою кровь, так как он моложе и сильнее меня. Но теперь здесь вы. Вы лучше нас, старых и молодых, которым приходится заниматься таким усечивым истинным трудом. Наши нервы не так крепкие, а кровь не так ярка, как ваша. Артур ответил ему. Если бы вы только знали, как охотно я отдал бы за нее жизнь, вы бы поняли. Он остановился, голос его от волнения сорвался. Милый мальчик, сказал Ван Хелсинг, в скором времени вы будете счастливы от того, что сделаете для спасения той, которую любите. Идемте же и успокойтесь. Вы можете еще раз поцеловать ее, но потом вам придется уйти. Я дам вам знак. Мы направились наверх к Люсе. Артур остался за дверью. Люся посмотрела на нас, но ничего не сказала. Она не спала, но просто была слишком слаба. Только глаза ее говорили. Ван Хелсинг вылил несколько предметов из своего чемодана и положил их подальше на столик. Затем он приготовил усыпляющее средство и, подойдя к кровати, ласково сказал. Вот, маленькая мисс, ваше лекарство. Выпейте это, будьте пай девочкой. Я посажу вас, чтобы легче было его проглотить. Ну, вот. Она с трудом проглотила лекарство. Оно долго не действовало. Причиной тому, в сущности, была ее чрезмерная слабость. Время тянулось бесконечно долго, пока, наконец, ее не стало одолевать сон, и она заснула. Профессор был вполне удовлетворен и позвал Артура в комнату, попросил его снять сюртук. Затем он добавил. Вы можете ее поцеловать, пока я перенесу стол на место. Джон, дружок, помоги мне. Таким образом, никто из нас не видел, как Артур наклонился к ней. Затем Ван Хелсинг приступил к операции и сделал ее с невероятной быстротой. Во время трансфузии казалось, будто жизнь снова возвращалась к бедной Люсе. Лицо же Артура становилось все бледнее, хотя оно и сияло от невыразимой радости. Но какой ужасный надлом должно быть произошел в здоровье Люсе, если то, что в конец ослабило Артура, дало ей лишнее значительное облегчение. Лицо профессора было серьезно, он чрезвычайно внимательно и зорко следил за Люсией и Артуром. Я слышал биение своего собственного сердца. Немного погодя, профессор тихо проговорил. Довольно. Помоги ему, а я займусь ею. Я перевязал рану Артура и взял его под руку. Тут Ван Хелсинг, не поворачиваясь к нам, сказал, у этого человека глаза, кажется, были и на затылке. Храбрый юноша. По-моему, он заслужил еще один поцелуй, который он сейчас же и получит. Покончивая со своей операцией, он поправил подушку головы пациентки. При этом он слегка сдвинул с места черную бархатную ленту, которую Люси постоянно носила вокруг шеи, закалывая ее бриллиантовой пряжкой, подарком жениха, и, показав мне на маленькие красные знаки на ее шее, тяжело вздохнул. Затем он повернулся ко мне и сказал, «Уведите теперь нашего храброго юношу, дайте ему портвейну, и пусть он немного отдохнет. Потом пусть он пойдет домой, хорошенько поест и поспит, чтобы снова восстановить свои силы после той жертвы, которую он принес своей невесте. Ему не следует тут больше оставаться». «Стойте, еще одну минуту. Вы, сэр, наверное, беспокоитесь за результат, так знаете, что операция была успешна. На этот раз вы спасли ее жизнь и можете спокойно пойти домой и отдохнуть сознанием того, что все, что в наших силах, сделано. Я расскажу ей все, когда она проснется. Она вас полюбит еще больше за то, что вы для нее сделали. Прощайте». Когда Артур ушел, я снова вернулся в комнату. Леся тихо спала, но дыхание у я стало глубже. Ван Хелсен сидел близ кровати и не сводил с нее глаз. Бархотка снова прикрыла красный знак. Я шепотом спросил профессора, «Что же вы сделаете с этим знаком?» «Что я с ним сделаю?» — повторил профессор. Я, в сущности, еще не знал, что это за знак, поэтому я отодвинул ленту в сторону. Как раз над внешней шейной веной виднелись две небольшие точки, злокачественные на вид. Болезненного процесса в них не было, но края их были очень бледны и точно разорваны. Сначала мне пришло в голову, что эти ранки появились вследствие очень большой потери крови. Но я тут же отбросил мысль, это абсолютно невозможно. Судя по бледности Люси, до операции она, наверное, потеряла столько крови, что вся ее постель должна быть... и пропитана. «Ну?» — спросил Ван Хелсен. «Да», — ответил я. «Я с ними ничего не могу сделать». Профессор встал. «Мне необходимо сегодня же вернуться в Амстердам», — сказал он. «Там мои книги и вещи, которые мне необходимы. Тебе придется провести здесь всю ночь, не спуская с нее глаз». «Сиделки не нужно?» — спросил я. «Мы с тобой самые лучшие сиделки. Сиди за тем, чтобы она хорошо питалась и чтобы ее ничто не тревожило. Тебе придется просидеть всю ночь. Выспаться мы с тобой сможем потом. Я вернусь, как только успею, и только тогда можно будет начать лечение». «Начать?» — сказал я. «Что вы хотите этим сказать?» «Увидишь», — ответил он, поспешно уходя. Несколько секунд спустя он снова вернулся, просунул голову в дверь и, грозя мне пальцем, сказал. «Помни, что она на твоем попечении. Если ты хоть на минуту покинешь ее и с ней что-то случится, то едва ли ты будешь в состоянии когда-нибудь после этого спокойно уснуть». Дневник доктора Сьюарда, 8 сентября «Я всю ночь просидел у Люси. К сумеркам действия усыпляющего средства прекратилась, и она проснулась. После операции она совершенно изменилась. Даже настроение ее стало прекрасным. Она была полна жизни. Я сказал миссис Вестендера, что доктор Ван Хелсенк велел мне просидеть всю ночь у ее дочери, но она восстала против этого и доказывала, что дочь ее уже достаточно крепла и даже весела. Но я все-таки не сдался и приготовил все, что мне было необходимо. Пока прислуга приготовляла все на ночь, я пошел поужинать. Затем вернулся и уселся возле кровати. Люси нисколько не протестовала, наоборот, была как будто даже благодарна мне. Затем сон начал одолевать ее, но она как-то вздрагивала, точно боролась с ней. Это повторялось несколько раз. Ясно было, что она почему-то не хотела засыпать, и я заговорил с ней. «Вам спать не хочется?» «Боюсь заснуть». «Боитесь спать? Отчего? Ведь это благо, которого все мы жаждем». «Да, но если бы вы были на моем месте, если бы сон был для вас предвестником ужаса...» «Предвестником ужаса? Не понимаю, что вы хотите этим сказать». «Не знаю, сама не знаю. И это самое страшное. Слабость у меня исключительно от этих снов. До сих пор я боюсь даже думать о них». «Ну, дорогая моя, сегодня вы можете спать спокойно. Я буду вас сторожить и обещаю вам, что ничего не случится». «Ой, я знаю, что на вас я могу положиться». Я воспользовался случаем и сказал. «И обещаю вам, что как только замечу какие-либо признаки кошмара, то немедленно разбужу вас». «Вы это сделаете? Наверное, сделаете? Как вы добры. Ну тогда я буду спать». При этих словах она с облегчением вздохнула, откинулась назад и заснула. Я продержурию около нее всю ночь. Она не шевелилась и крепко спала спокойным здоровым сном. Рано утром вышла служанка и уступил ей свое место, а сам пошел домой, так как у меня было много других дел. Я написал Ван Хелсингу и Артуру и сообщил им о хорошем результате операции. Мои дела утняли у меня целый день, и было уже темно, когда мне удалось справиться насчет моего пациента Зоофагуса. Сведения были хорошие, он был совершенно спокоен в течение последнего дня и ночи. Во время обеда я получил телеграмму от Ван Хелсинга из Амстердама с просьбой, чтобы я ночью приехал в Хиллингем, так как он хотел иметь меня рядом. Он же выйдет ночью на почтовых и будет у меня рано утром». 9 сентября Я приехал в Хеллингем, устал и утомленный. Две ночи я почти совершенно не спала, и мозг мой начинал уже цепенеть. Люси проснулась, настроение у нее было веселое. Здороваясь со мной, она посмотрела на меня серьезно и сказала, «Сегодня вам нельзя дежурить, вы истощены. Мне опять совсем хорошо. Серьезно, я совсем здорова. Если кому-нибудь из нас непременно нужно бодрствовать, то уж лучше я постерегу ваш сон». Я не хотел с ней спорить и пошел ужинать. Затем Люси пришла ко мне наверх и повела меня в комнату, которая была рядом с ее комнатой, где топился камин. «Теперь», — сказала она, — «вы расположитесь здесь. Эту дверь я оставлю открытой. Вы ляжете на кушетке, так как я все равно знаю, что во время дежурства ничто не заставит вас с доктором влечь в постель, если около вас находится пациент. Если мне что-нибудь понадобится, я вас позову, и вы тотчас сможете прийти ко мне». Мне пришлось повиноваться, тем более, что я устал как собака, и не в силах был больше бодрствовать, если бы даже и желал этого. Она еще раз повторила, что позовет меня, если ей что-нибудь понадобится. Я лег на кушетку и забыла обо всем на свете. Дневник Люси Вестенера. 9 сентября. «Сегодня вечером я чувствую себя совершенно счастливой. Все это время я была очень слаба, сегодня же я в состоянии двигаться, разговаривать и думать. У меня на душе точно солнышко выглянуло после пасмурных дней. Мне кажется, что Артур где-то очень-очень близко от меня. Я чувствую его присутствие. Я знаю, где мои мысли. Если бы только Артур знал. Мой милый, милый, тебя, наверное, звенит в ушах. О, благодатный покой прошлой ночи. Как хорошо мне спалось в то время, как этот славный доктор Сёрд дежурил около меня. Сегодня мне тоже не страшно будет спать, раз он так близко, ведь я каждую минуту могу позвать его. Бесконечное спасибо всем за доброту ко мне. Благодарю тебя, Создатель мой. Спокойной ночи, Артур. Дневник доктора Сёрда. 10 сентября. Почувствовал руку профессора на своей голове, моментально проснулся и вскочил на ноги. Мы к этому приучились в больнице. Ну, что с нашей пациенткой? Ей было хорошо, когда я её покинула, или вернее, когда она меня покинула, ответил я. Пойдём, посмотрим, сказал он, и мы вместе вошли в её комнату. Штора была спущена. Я пошёл поднять её между тем, как Манхелсон тихо на цепочках подошёл к кровати. Когда я поднял штору и солнечный свет залил комнату, я услышал глубокий вздох профессора. Я знал уже значение этого вздоха и ужас охватил меня. Когда я подошёл, то увидел, что его суровое лицо исказилось и побледнело. Я чувствовала, как задрожали мои колени. Бедная Люся лежала в постели, по-видимому, в глубоком обморке. Ещё бледнее, без жизни ненавидь, чем раньше. Даже губы её побелели. Скорее, сказал Манхелсон, принеси водки. Я помчался в столовую, вернулся с графином. Мы смочили водкой её губы и натерли ладони рук и область сердца. Он высушил её сердце и после нескольких тревожных минут сказал, «Ещё не поздно, оно бьётся, хотя и слабо». Весь наш прежний труд пропал. Придётся начать сначала. «Юноши Артура здесь, к сожалению, больше нет. На этот раз мне придётся обратиться к тебе, друг Джон». Проговорив эти слова, он начал рыться в своём чемодане и вынул оттуда инструменты для трансфузии. Я снял суртук и засучил рука в рубашке. Не было никакой возможности прибегнуть к усыпляющему средству, да в сущности незачем было прибегать к нему. Поэтому мы принялись за операцию, не теряя ни минуты. Некоторое время спустя, Манхелсон поднял руку, предостерегающую, грозя мне пальцем. «Тихо, не шевелись», – прошептал он. «Я боюсь, что благодаря притоку силы жизни она с минуты на минуту может прийти в себя. А тогда нам грозит опасность. Ужасная опасность. Впрочем, я приму меры предосторожности. Я сделаю её подкожное впрыскивание Морфия». И он принялся осторожно приводить своё намерение в исполнение. Морфия хорошо подействовала на Люси. Благодаря этому средству обморок её медленно перешёл в сон. Чувство гордости охватило меня, когда я увидела, как нежная краска возвращается на её бледные щёки и губы. Всё-таки приятно сознавать, что принес хоть маленькую пользу любимой женщине». Профессор внимательно следил за мной. «Довольно», — сказал он. «Уже?» — удивился я. «У Арчи ты взял гораздо больше». Он грустно улыбнулся и в ответ сказал. «Он её возлюбленный, её жених. А тебе придётся немало жертвовать своей жизнью как для неё, так и для других. А пока довольна». Когда операция кончилась, он занялся Люси. Я же в ожидании пока он освободится, чтобы помочь, мне прилёг на кушетку, так как чувствовал слабость и даже дурноту. Вскоре он и мне перевязал рану и послал меня вниз выпить стакан вина. Когда я выходила из комнаты, он нагнал меня и прошептал. «Помни, никому об этом ни слова. Даже Артуру. Если он неожиданно придёт сюда. Это может напугать его и вместе с тем возбудить ревность. Ни того, ни другого не нужно. Пока всё». Днём Люси великолепно спала, и когда проснулась, то Вит у неё был хороший. Она казалась окрепшей, хотя всё-таки выглядела хуже, чем накануне. Вит у её удовлетворил в Анхелсинге, и он пошёл прогуляться, строго наказав меня не спускать с неё глаз. Я слышал, что он впереди спрашивал, как ближе всего пройти на телеграф. Люси мило болтался, но и казалось, понятия не имело о том, что с ней случилось. Я старался занимать и забавлять её. Когда миссис Вестендера пришла её навестить, то я, по-видимому, не заметила в дочери никаких перемен и сказала мне. «Мы так страшно обязаны вам, доктор Сьюарт, за всё, что вы для нас сделали. Но очень прошу вас не переутомляться. Вы сами выглядите бледным и осунувшимся. Вам нужна жена, которая немного поухаживала бы за вами. Это вам необходимо». При этих словах Люси покраснела, хотя всего только на секунду, так как её пастушёные вены не могли надолго удержать столь неожиданного и непривычного прилива крови в голове. Реакция наступила мгновенно. Люси невероятно побледнела. Я улыбнулся и отрицательно покачал головой, приложив палец к губам, чтобы показать больне, что разговоры ей ещё не разрешены. Ван Хелсинг вернулся через два часа и сказал мне. «Теперь скорее домой. Поешь, выпей вина и подкрепись сном. Я тут останусь на ночь и сам посижу с маленькой мисс. Мы с тобой должны следить за её болезнью. Другим ни к чему об этом знать. У меня на это есть свои причины. Не спрашивай о них. Думай, что хочешь. Можешь даже вообразить самое невозможное. Спокойной ночи». Передние две служанки подошли ко мне и спросили, не нужно ли кому-нибудь из них посидеть у мисс Люси. Они умоляли меня позволить им это. Когда же я сказал, что доктор Ван Хелсинг желает, чтобы только он сам или же я сидели у кровати больной, они начали просить меня поговорить с иностранцем. Я был тронут их любезностью. Моя ли слабость, забота ли о Люсе вызвали в них такую преданность, не знаю. Но время от времени мне приходилось выслушивать их просьбы. Я вернулся в лечебницу к позднему обиду. Сделал свой обход. Всё благополучно. Тогда я прилёг. Безумно хочется спать. 17 сентября. Сегодня вечером я снова был в Хиллингеме. Ван Хелсинге я застал в хорошем расположении духа. А Люсе гораздо лучше. Вскоре после моего приезда принесли какой-то пакет Ван Хелсингу. Он нетерпеливо раскрыл его, показал нам целую кучу белых цветов. «Это для вас, мисс Люси», — сказал он. «О, доктор, вы так любезны». «Да, моя дорогая, для вас, но не для забавы. Это лекарство». Тут Люси сделала недовольное лицо. «Нет, не беспокойтесь, вам не придётся принимать их во тварь или в чём-нибудь неприятном, так что вам незачем подёргивать своим очаровательным носиком. И то я расскажу своему другу Артуру, сколько горести ему придётся пережить, когда он увидит ту красоту, которую так любит, настолько искажённо». «Ага, моя дорогая, мисс, это выправила ваш носик. Итак, цветы — целебное средство, хотя вы и не понимаете, какое. Я положу их на ваше окно, сделаю хорошенький венок и надену вам его на шею, чтобы вы хорошо спали. О да, они как лото, заставят вас забыть все ваши горести. Они пахнут, как воды лета и фонтаны юности. Сам Конквистадор искал их во Флориде и нашёл, но, к сожалению, слишком поздно». Пока он говорил, Люси осматривала цветы и вдыхала их аромат. Затем, отбросив их и полулыбаясь, полудосадуя, сказала «Ах, профессор, я надеюсь, что это милая шутка с вашей стороны, ведь это простой чеснок». К моему удивлению, Ван Хелсинг встал и сказал совершенно серьёзно «Прошу со мной не шутить, я никогда ни над кем не насмехаюсь. Я ничего не делаю без оснований, и прошу вас мне не противоречить. Будьте осторожны, если не ради себя лично, то ради других». А затем, увидев, что Люси испугалась, что было вполне понятно, он продолжал уже более ласково. «О, моя дорогая, маленькая мисс, не бойтесь меня, я ведь желаю вам только добра. В этих простых цветах почти всё ваше спасение. Вот посмотрите, я сам разложу их у вас в комнате. Я сам сделаю вам венок, чтобы вы его носили. Но чёр, никому ни слова, дабы не возбуждать ничего любопытства. Итак, дитя мое, вы должны беспрекословно повиноваться. Молчание – часть этого повиновения, а повиновение должно вернуть вас сильное и здоровое объятие того, кто вас любит и ждёт. «Теперь посидите немного смирно. Идём со мной, друг Джон. И помоги мне осыпать комнату чесноком, присланным из Гарлина. Мой друг Вандерпуль разводит эти цветы в парниках круглый год. Мне пришлось вчера телеграфировать ему. Здесь нечего было и мечтать достать их». Мы пошли в комнату, вняли с собой цветы. Поступки профессора были, конечно, чрезвычайно странны. Я не нашёл бы этого ни в какой медицинской книге. Сначала он закрыл все окна, заперев их на затвор. Затем, взяв полную горсть цветов, он натер ими все щели, дабы малейшее дуновение ветра было пропитано их ароматом. После этого взял целую связку этих цветов и натер её косяк дверей и притолоку. То же самое сделал он и с камином. Мне всё это казалось неестественным, и я сказала ему. «Я привык верить, профессор, что вы ничего не делаете без оснований. Но хорошо, что здесь нет скептика, то он сказал бы вы. Колдуйте против нечистой силы». «Очень может быть что-то, как оно и есть», – спокойно ответил он и принялся за венок для Люси. Мы подождали, пока Люси приготовилась ко сну, затем профессор надел ей венок на шею. Последние сказанные им слова были «Смотрите, не разорвите его, не открывайте ни окна, ни дверь, даже если в комнате будет душно». «Обещаю вам это», – сказала Люси. «И бесконечное спасибо вам обоим за вашу ласку. Чем я заслужила дружбу таких людей?» Затем мы уехали в моей карете, которая меня ожидала. Ван Хелсон сказал, «Сегодня я могу спать спокойно, я в этом очень нуждаюсь. Две ночи в дороге, в промежутке днем масса чтения, а на следующий день масса тревог. Ночью снова пришлось дежурить, накая глаз. Завтра рано утром ты придешь ко мне, и мы вместе пойдем к нашей милой мисс, которая, надеюсь, окрепнет благодаря этому колдовству, которое я устроил». Ох-ох-ох. Он так безгранично верил, что мною овладел мне преодолимый страх, так как я вспомнил, как сам был полон веры в благоприятный исход, и как печальные оказались результаты. Моя слабость не позволила мне сознаться в этом моему другу, но из-за этого в глубине души я страдал еще сильнее.